19 глав муниципальных образований Нейнского округа собрались в эти дни в культурно-деловом центре Арктика. На повестке самые актуальные вопросы об итогах первого дня взаимодействия органов власти и муниципалитетов расскажет Любовь Пермякова. Встреча глав началась со вступительного слова Виктора Ирина, который отметил, что главная цель семинара – совершенствовать взаимодействие муниципальных образований и органов власти. Первый день работы съезда был плодотворный, много вопросов удалось рассмотреть. Один из самых обсуждаемых – о новых правилах рыболовства. Запрещен вылов анодромных видов рыб за пределами рыбопромысловых участков. Появился новый термин, такой как «беспалубные рыбопромысловые суда». Это наши лодки, на которых ездят рыбаки. Для промышленного рыболовства ввели запрет с 15 июля по 15 октября вылов вне рыбопромысловых участков. Также глав познакомили с деятельностью департаментов образования, культуры и спорта, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Говорили и об 95 окружном законе, который перераспределяет полномочия между муниципальными образованиями и органами власти. Административная реформа в какой-либо части изменения 131 феврального закона, она проходит постоянно. Это достаточно живой закон, который приближен к жизни. У них осталось достаточное количество полномочий. 21 полномочия и 14 вопросов местного назначения. Это очень много, если их исполнять грамотно и правильно. Поэтому такой паники, что все совсем плохо, такого нет. Это абсолютно рабочие моменты. Всего обсудили около 14 вопросов. Более 20 предстоит рассмотреть следующие два дня. Главы муниципальных образований будут не только слушать, но и вносить свои предложения и коррективы. А 26 марта состоится высший совет с участием губернатора Нинскоавтономного округа Игоря Кошина. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал Север.